После реконструкции бывшая лыжероллерная трасса, а ныне спортивный парк имени героя России Ларисы Лазутиной заметно похорошела. Помимо общего благоустройства здесь появились современная детская, тренажерная и волейбольная площадки, памп-трек для роллеров и велосипедистов, прогулочные дорожки и зоны отдыха. Парк все больше претендует на звание одной из визитных карточек города Одинцова и всего района. Поэтому неудивительно, что именно он был выбран для проведения такого знакового мероприятия, как гонка ГТО «Путь единства». Я хочу пожелать вам сегодня удачного забега, успешного финиша и самое главное, чтобы этот день запомнился вам тем, что вы нашли новые знакомства и приобщились к здоровому образу жизни. Мы стараемся трассу Ларисы Лазутиной развивать и сюда приходит огромное количество жителей не только Одинцовского района. Вы сегодня, кто-то из вас, гости, но, наверное, в будущем станут полноправными посетителями, хозяевами этот раз. Всех приветствую, всем в хорошем настроении. Дорогие друзья, я очень рада сегодня приветствовать вас на Одинцовской земле. Мне очень хочется, чтобы наша молодая нация, российская нация, была самой здоровой. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы спорт в вашей жизни был образом жизни. Здоровья и хорошего настроения вам всем. Первой на дистанцию гонки ушла команда Одинцовского района. Старт ей Андрей Воробьев давал лично. Затем губернатор осмотрел парк и остался доволен результатами реконструкции. В качестве гида на правах хозяина выступал глава района Андрей Иванов. Все построенные спортивные объекты и инфраструктура отвечают самым высоким требованиям и атлетов, и отдыхающих. Глава Одинцовского района подчеркнул, что парк стал универсальным местом, предназначенным как для занятий спортом, так и для культурного и семейного досуга. В общей сложности на старт гонки ГТО в Одинцово вышло более полутора тысяч человек. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.